Образование это то, что остается после того, когда забывается все, чему учили, сказал Альберт Эйнштейн. В прямом эфире мы говорим о доступности российского образования. Совместное инклюзивное обучение признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Прокомментировать тему инклюзивного образования в Архангельске мы попросили директора Института педагогики и психологии САФУ имени Ломоносова, доктора психологических наук Наталью Флотскую. Реализация инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений образовательной политики как в Российской Федерации, так и в нашем регионе. Сейчас в школах создаются экспериментальные площадки по реализации инклюзивного образования. И здесь можно отметить великолепный опыт у нас пятой школы, девятнадцатой и двадцать первой школы. Это в Северодвинске. Созданы три ресурсных центра по инклюзивному образованию на базе профессионального образования. Проблема на сегодняшний день у нас в регионе это создание архитектурной доступности общеобразовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями. То есть на сегодняшний день это еще проблема такого вот этого имидж-ведомственного взаимодействия и проблема перехода ребенка с одной ступени на другую ступень образования. Это является проблемой. Мы продолжаем прямой эфир. Наш следующий гость, председатель Союза общественных организаций инвалидов Архангельской области Николай Мякшин. Николай Александрович, здравствуйте. Николай Александрович, вы общаетесь с родителями детей инвалидов и наверняка слышали о различных проблемах, с которыми они сталкиваются. Как такие родители относятся к проблеме и к теме инклюзивного образования? Ну, вообще, понятие инклюзивного образования, совместное обучение детей с ренч-возможностями, которые имеют особые обратные потребности, и с обычными детьми в школе, в обычной месту жительства. Это тренд, который идет во всем мире, в том числе и в России. Это, можно сказать, светлая мечта о том, что общество современного, чтобы все учились вместе, и образование было истинно доступным. Потому что на сегодняшний взгляд нельзя сказать, что это доступное образование для всех. Вот для каких-то категорий недоступно, а для некоторой части небольшой, а некоторые части, оно, к сожалению, недоступно. Как родители относятся к теме совместного обучения детей с обычной инвалидностью? И стоит, с другой стороны, с осторожностью. Почему? Потому что одни родители, которые обычные дети считают, что если будет ребенок с инвалидностью обучаться совместно в школе, их будет тянуть класс назад. А родители, которые имеют детей с инвалидностью, я считаю, что нет условий, которые могут создать школу для их детей, которые могли бы обучаться и реализовать свои возможности при получении образования. Поэтому сегодня, конечно, несмотря на то, что Архангельская область одна из лидеров в развитии так называемого инклюзивного образования, и мы, значит, одни из первых великоэффициент повышающий по инициативе общественной реализации инвалидов для стоимости обучения ребенка с инвалидностью в 3-4 раза больше, чем обычная ребенка, это позволяет сопровождать таких детей в обычных школах. Это замечательный плюс. Но в реальной, конечно, жизни очень сложно найти варианты, когда в обычной школе, значит, такое сопровождение организовано, все же мы идем по пути интеграции на сегодняшний день. У нас дети учатся в восьмой школе, это на базе опорно-рекспециального центра, который имеет проблемы с опорно-рекспециальным аппаратом. У нас автобусы детей привозят, и дети выходят не в школе, которая расположена по месту жительства, а едут через город и обучаются в опорно-экспециальном центре. Или дети, которые имеют проблемы со слухом и со зрением в пятой школе. То есть все же мы концентрируемся. Здесь, конечно, экономия финансовых средств, экономия специалистов. Но вот к мечте, когда школа будет обучать всех, это очень длительный этап, и мы сразу не сможем перестроить. Потому что система образования консервативна, и она, несмотря на все революции, которые происходят, и все переобразования общественные, очень сильно сопределяются в том переобразовании. Мы, к сожалению, остаём на сегодняшний день, если брать тренд мировой по системе образования, по подготовке специалистов. То есть мы проигрываем, к сожалению, в этом плане не только в сфере инклюзивного образования, и даже по самой подготовке молодёжи к профессии, к получению образования. Мы проигрываем развитым странам. К сожалению, это можно концентрировать. И нужно, конечно, принимать очень серьёзные усилия. И, на мой взгляд, одних из серьёзных мотиваций и возможностей прийти к новой школе, к школе будущего, которая позволила бы обучать, в том числе не только обучательно воспитывать, это как раз возможность совместного обучения детей с инвалидностью, с ограниченной возможностью здоровья, с обеспеченной потребностью, и обычных детей, чтобы не было разницы, чтобы мы не видели разницы свой-чужой. На сегодняшний день у нас общество расколото, да? Есть свои, есть чужие, и это нетолерантность, это невозможность таким образом состроить будущее. Поэтому на наш взгляд вопрос инклюзии, ну, на наш взгляд, вот, так сказать, лидер общественного движения за права инвалидов, родителей, ну, не всех, конечно, части родителей, это всё же создать равные возможности и доступ к образованию всех. И здесь, конечно, очень серьёзная роль и, значит, науки, вот Наталья Флотская уступала, значит, у нас не хватает на сегодняшний день, к сожалению, учителей, которые учат учителей, как учить детей с такими, совместно обучать. Это очень серьёзная проблема. Нельзя посадить просто ребёнка, который нужно, значит, использовать технические возможности при обучении имеющего проблемы ребёнка со зрением или со слухом. Если нет таких возможностей технических и нет преподавателей, которые могут это делать, судопедагогов, к примеру, тифлопедагогов, то мы не сможем получить результаты, получить качественное образование. Здесь очень серьёзная проблема. Она завязана и на финансах, финансы есть, на специалистах, которые готовят учили. Педагогов нет, которые готовят педагогов. И, к сожалению, у нас института нет педагогического на сегодняшний день. Сельсофу, который готовит физиков, который является, значит, учителем, они имеют права при преподавании. То есть, вообще, подготовка педагога – это одна из самых важных проблем. Николай Александрович, Вы затронули очень интересную тему, на самом деле, это очень важно. Мы продолжим обязательно с Вами беседовать. А я хочу сказать, что по данным Минтруда России, по состоянию начала декабря 2014 года, в нашей стране насчитывается более 12 миллионов людей с инвалидностью. Из них более 2 миллионов находятся в активном трудоспособном возрасте. Для них тема доступности среды является жизненно важной. В рейтингах регионов Российской Федерации по комфорту инфраструктуры Архангельской области занимает далеко не почетное место. В первую группу рейтинга попали регионы с благоприятной средой для жизни маломобильных граждан. Первая тройка представлена Москвой, Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Вторую группу рейтинга составили 47 регионов. Впереди Крым, Севастополь и Якутия. Они получили 4,8 балла. А вот далеко позади остались сразу 8 регионов. Они набрали по 3 балла из 10 возможных. Среди них и Архангельская область. Комментирует ситуацию политолог, главный редактор информационного агентства «РусНорд» Леонид Черток. Доступная среда в Архангельской области, в Архангельской в частности, она скорее недоступная. И проблемы здесь не только в плохих дорогах, но и в всех строительных проектах, которые сейчас заплачаются в жизнь, например, самая распространенная. 93-я серия совершенно не подходит для инвалидов-колясников. И отсутствие импадусов, и дурацкой системы лифтов, останавливающихся между этажами. А самые яркие показатели того, что Архангельск не подходит для инвалидов. Это практически отсутствие колясников на улице этого города. Что с этим делать? Здесь нужна комплексная система, но затраты такие, что я думаю, что до конца экономического кризиса в этом говорить просто нет смысла. Для людей с ограниченными возможностями «Доступная среда» — это незвучное название очередного проекта. Это ежедневная жизнь с ее навалившимися проблемами. Продолжаем разговор с председателем Союза общественных организаций инвалидов Архангельской области Николаем Мякшиным. Николай Александрович, это возможно ли сделать Архангельск территорией комфортной для инвалидов? Наверное, возможно, но очень сложно. Простой пример. На сегодняшний день в Архангельске в 2016 год нет программ по доступной среде. Есть должная карта, которая предусматривает показатели доступности. И, в частности, за 5 лет на мерку культура и спорт почти 100% сделает объекты доступными для людей с инвалидностью. Школа, к сожалению, и сам меньшее обозначение кода Архангельска, только 27% смогут сделать доступными для категории детей, которые имеют проблемы со зрением, со слухом, по двигателям аппарата, очень маленький процент. При этом я не думаю, что даже те задумки, которые есть, потому что на сегодняшний день Архангельск впервые за 15 лет не предусматривал в своей программе целевое финансирование доступной среды. Если раньше при Макаре и Надежде Сандре было до 10 миллионов средств на создание доступной среды, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, в последние годы 2-3 миллиона рублей, то сегодня 0 рублей. Хотя Архангельск очень большие суммы сэкономил, когда передавал тоже сцены опекаемой подопечной на уровне субъекта, больше 30 миллионов рублей. И мне было очень обидно, в конце концовете, смотреть, что денег нет, для того, чтобы стать условием, а без денег мы ничего не сделаем. Да, сегодня хорошо чистят дороги, это нужно признать, это в организационном плане, но в то же время переходы, какие существуют. То есть транспорт, какой недоступный абсолютно в городе, не только для людей с инвалидностью, для людей, которые плохо передвигаются, пожилых людей, и там, значит, мы приводим примеры, находим меньше степени, сейчас с колясками гуляют мамочки, в общем, машины у многих, так сказать, молодых семей есть, это замечательно, но общественный транспорт с нас не готов, у нас деньги-то есть, вот смотрите, на морском речном вокзале, какие огрохали два павильона, да, которые закрывают весь вид, и на морской речной на собор, значит, на строительство таких павильонов, деньги есть, а на создание, на приобретение автобусов доступных, таких денег нет, то есть у нас что-то не очень все в порядке, вот в этом деле находится, да, и это не совсем удобно для жителей, ведь мы когда говорим, что об универсальном дизайне, доступной среде для людей с инвалидностью, здесь потребуется, это удобно для всех. Общественный транспорт удобен для всех, тротуары, когда почищены, есть переходы хорошие со всем, это удобно для всех. Если светофор, который показывают, и там немного звучат, значит, но никак у нас не отрегулировано громко, значит, это нужно, так, чтобы это было понятно и для незрячих, да, что переход в одну сторону, а не в другую, их тоже нужно отрегулировать, это тоже удобно. Значит, в данном ситуации, конечно, в первую очередь для тех, кто имеет проблемы со зрением, удобно, но в то же время, значит, вот вся та структура, которая приспособлена, или пандусы, где может пройти и пожилой человек, и с коляской, и человек с инвалидностью, и эти пандусы не должны упираться в порог, который на 20 сантиметров, или в порог через две, который на 5 сантиметров, они должны делать по уму, да, то есть, и у нас очень, и почему у нас в рейтинге национальном мы заняли, ну, не последнее, слава богу, место, да, у нас много делается, мы стараемся это, лоббировать эти интересы людей с инвалидностью через общественную организацию, давить на власть, и на оригинальную, и на муниципальную, чтобы были, значит, мероприятия сделаны, связанные с субъектом. А почему мы не в конце, где-то так, в серединке находимся? Потому что у нас это есть, да, но, значит, почему не в начале, а потому что системной работы нету. То есть, системно, на уровне муниципалитета, на уровне субъекта, на сегодняшний день никто конкретно не занимается. Вот плановые работы, значит, строят школы, которые там двух-трехэтажные, да, в районах области, без лифтового хозяйства. У нас такая земля дорогая, нужно строить, или дома ветеранов строят с высоким крыльцом, без того, чтобы войти без пандуса, да. То есть, тратят государственные деньги на те строительства, которые, ну, не в какие рамки. А почему это тратят? Я задаю вопрос, значит, министрам и правительству. А просто потому, что есть проект, и дешевле эти деньги, значит, вот на старый проект, который не соответствует с НИПом, со современным и доступной среде, построить вот по этому. Потом у нас нет, у нас нет системы. Нам необходимо, чтобы на уровне региона, мы и каждому муниципалитетам была системная работа. А для этого должна быть ответственность и губернатора, и мэра, и тех, кто отвечает за всю структуру, за благополучие людей. Николай Александрович, я понимаю, что вопрос не такой простой, не хватает нашего эфира, действительно, чтобы осветить вот всю эту тему. Я все-таки надеюсь, что в нашей области есть какие-то места удобные для людей-инвалидов. Они ведь есть. Главное, что их было, да, они есть. Они все-таки есть. Конечно, и главное, что их было больше. Ну, какие-то изменения позитивные все-таки... Естественно, позитивные всегда есть. Они идут, продвигаются. Конечно, конечно, конечно. Но в то же время необходимо говорить о том, что необходимо более внимательная работа и органов власти, и общественных организации, значит, на вопрос, связанный с доступной средой для людей с инвалидностью и для всех людей, значит, жителей Архангельской области. Николай Александрович, я благодарю вас за беседу. На самом деле, как я уже сказала, вопрос не самый простой. Ну и напомню, что у нас в студии был председатель Союза общественных организаций-инвалидов Архангельской области Николай Мякшин.